В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Валежник бесплатно внесено изменения в лесной кодекс. Передать привет и поздравить близких людей. На канале 16 продолжается проект «Хочу сказать». Контроль над силой автомобиля в центре внешкольной работы прошли соревнования «Зимний слалом». Далее расскажем обо всем подробно. Расчистить лесные массивы от завалов и обеспечить граждан дровами. С 1 января этого года вступили в силу поправки в лесной кодекс. Теперь разрешается бесплатно вывозить из леса валежник. Как законно заготовить для личных нужд хворостом, комерную древесину и сухостой, и что вообще понимается под сбором валежника, все эти решения принимают местные власти. О правилах вывоза валежника из саровских лесов расскажем в следующем репортаже. Закон о сборе валежника не могли принять несколько лет. Законодатели спорили о формулировках и искали подходящее определение для этого ресурса. Наконец, в 2018 году закон был принят, а с 1 января вступил в силу. Минприроды дало четкое определение, что же можно считать валежникам. Остатки стволов деревьев и сучьев, лежащие на земле, и причем упавшие несколько лет назад. Не то, что свежий ветровал или, например, снеголом, бурелом, а деревья, которые упали несколько лет тому назад. Деревья, которые еще стоят, пусть даже сухие, валежником не считаются. Также сюда не относятся деревья, которые упали совсем недавно из-за урагана или налипания мокрого снега. Их продают по стоимости древесины с корня. Большой урон лесу нанесли ураганы, которые бушевали летом 2015 года. Вот сейчас у нас хвойные деревья мы практически разработали, все убрали. Хвойные там, это ель, сосна, древесины лиственных пород, осины, березы у нас еще очень много осталось. Вот эти деревья, пожалуйста, мы их уже давно, с 2015 года, отдаем бесплатно. Даже еще не вступил в силу этот закон. Сейчас валежник собирают в основном для отопления дачных участков. Чтобы забрать его из леса, гражданам необходимо обратиться в лесопарк. У нас есть форма заявления, мы даем, значит, горожане пишут это заявление, оставляют свои данные, где мы можем этого человека потом найти. И когда он заготовит, согласно этому заявлению, он должен прийти и нам сдать территорию. Также бесплатно можно собрать сухостойную и тонкомерную древесину диаметром ствола до 24 сантиметров. По всем вопросам обращайтесь по телефону 74150. Знать, уметь и неукоснительно соблюдать в Росгвардии начался зимний период обучения. Первый день традиционно посвящен комплексным занятиям по выполнению требований безопасности на боевой службе и в быту. Военнослужащим не только рассказали, но и показали, как обезопасить себя от травмы и сохранить свою жизнь и здоровье. Завершится обучение сдачи зачетов по основным воинским дисциплинам. Винтовки, пистолеты, приборы ночного видения и малогабаритные автоматы со снайперским прицелом для бесшумной и беспламенной стрельбы. На одной из учебных точек военнослужащим представили новое оружие Росгвардии и познакомились с основными тактико-техническими характеристиками. На каждый вид вооружения у нас есть отдельная книжечка, где написано, что делать можно, что делать нельзя, чтобы не принести вред себе и окружающим. Большая часть военнослужащих несет боевую службу с пистолетами Макарова и автоматами Калашникова, которые за долгие годы доказали свою эффективность. Новые образцы вооружения отвечают современным требованиям и используются подразделениями спецназа дивизии в учебных стрельбах. Руководитель занятий Алексей Стуков выделил на его взгляд самое универсальное оружие для мобильных экипажей. Пистолет-кулемет «Витязь СН». У него имеется складывающийся приклад. Удобно носить его, перевозить в автомобиле. Каждая сфера жизни военнослужащих, будь он на службе или дома, находится под неусыпным контролем руководства. Забота о жизни и здоровье своих подчиненных – это обязанность каждого командира. На различных учебных точках, у нас здесь развито 16 учебных точек, на каждой из них мы показываем, как необходимо правильно соблюдать требования безопасности. То есть, начиная от хозяйственных работ, вплоть до того, какая дрель должна быть, какого размера, формата, какого работоспособности. Занятия по требованиям безопасности проходят два раза в год, в начале каждого периода обучения. И если летом делаются упорные укусы клещей и солнечные удары, то зимой это защита от обморожений и травм при катании на лыжах и коньках. Сейчас мы акцентируем на лыжи, например. То есть, на зимние виды спорта, на зимние виды отдыха личного состава. Боевая служба, отдых на природе, спортивные занятия, ремонтные работы дома и в гараже. На каждом этапе военнослужащие должны строго соблюдать требования безопасности, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Управление Федеральной миграционной службы напоминает, фиктивная регистрация граждан в жилых помещениях, в том числе временная, может повлечь за собой уголовную или административную ответственность. Более подробную информацию можно получить по телефону 57721. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января на территории Нижегородской области вводится автоматизированная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Это значит, что имеющим право на льготы гражданам необходимо до 1 февраля получить персональную транспортную карту и в дальнейшем пополнять ее на стоимость проездного билета. Пункт оформления персональных транспортных карт находится на автостанции Тупиковой и в многофункциональном центре. В эти выходные в Сарове пройдут детские и юношеские серафиновские чтения. В них примут участие более 200 ребят из разных регионов страны. Церемония открытия чтений состоится во Дворце детского творчества 12 января. Затем участники увидят примеры мультфильма «Первоначальник», созданного при поддержке фонда президентских грантов и рассказывающего об основателе Саровского монастыря «Монахи» Иоанне. Основными площадками серафиновских чтений станут православная гимназия и духовно-научный центр. Саровчанам расскажут о том, какие права они имеют, пользуясь услугами такси. Горячую телефонную линию по этой теме запустили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Специалисты консультируют граждан по вопросам оказания транспортных услуг и защите прав потребителей. Звонки принимают по телефону 8 831 437 0870. Горячая телефонная линия будет работать до 15 января. Передать привет друзьям и коллегам и поздравить близких с экрана телевизора. На канале 16 продолжается проект «Хочу сказать», где мы даем жителям и гостям города уникальную возможность высказать свое мнение, раскрыть свои творческие способности или просто передать теплые слова пожеланий своим родным. Как стать участником проекта, расскажем далее. Дорогие серафчане! Я хочу поздравиться! Поздравляю всех с Новым годом! Дорогие серафчане! Дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия! Хочу передать привет всем жителям Сырова! И вот что я вам хочу сказать. Проект, который так и называется, хочу сказать, на годах 16, продолжает свою работу и будет работать еще долго, долго и долго. А вот все почему. Потому что оказалось, что вам, друзья, и есть что нам сказать. И есть что сказать своим родным, близким, коллегам по работе, кого-то поздравить с днем рождения или даже просто передать привет. Ну а раз вам есть что сказать, мы хотим предоставить вам такую возможность, друзья, поздравить родных и близких, передать привет или даже на кого-нибудь пожаловаться. Все это в проекте хочу сказать. Каждый понедельник в 6 вечера и каждую пятницу в 11 утра здесь, в торговом центре «Атом» этот баннер будет ждать именно вас. Приходите, будет клево. Говорите, и вас услышит весь город. Дни школьных каникул – традиционная горячая пора для сотрудников в детской библиотеке имени Пушкина. И новогодние праздники не стали исключением. Практически каждый день с начала января сотрудники проводят для юных читателей и их родителей творческие встречи, мастер-классы, развлекательные игровые и познавательные программы. Когда на Руси появились варежки, как их называли в разное время, какие народные традиции и игры связаны с этим предметом одежды? Чтобы узнать ответы на все эти вопросы, посетители и сотрудники Центральной детской библиотеки имени Пушкина совершили своеобразное этнографическое путешествие под названием «Жили-были варежки». Это, в общем-то, прикосновение к истории, к нашей истории и знакомство более близкое с теми предметами, которые нам давно знакомы с раннего детства, но о которых мы, к сожалению, так мало знаем. Помимо рассказа об истории варежек, библиотекари приготовили различные викторины, загадки и конкурсы. Немало времени уделили и литературной составляющей. Поговорим, конечно же, и о нашем литературном языке, о тех устойчивых выражениях, которые появились и связаны с варежками. Все мы знаем, допустим, такое выражение, как «держать в ежовых рукавицах». Что это значит? Мероприятия библиотеки в дни новогодних каникул посетили уже более тысячи человек. Это и дети, и их родители. Темы встреч самые разные, но так или иначе все они связаны с зимой. Никита Коршунов побывал практически на всех январских программах. Больше мне нравятся мастер-классы и разгадывание сканвордов, потому что так я поддерживаю свой умственный нрав и развиваю свои мозги. Каникулы в детской библиотеке продолжаются. 11 января ребятам покажут видеоисторию поступок, который изменил все. А 12 января библиотекари вместе с детьми отпразднуют день рождения снеговика. Мероприятие для зрителей старше шести лет. Четкие удары и уколы, режущие поверхностью кинжала. В Центре внешкольной работы в рамках ежегодного фестиваля «Саровские каникулы» прошло открытое первенство по ножевому бою. Участники Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции в учебном бою продемонстрировали ловкость и умение владеть холодным оружием. Подробности далее. На «Саровские» соревнования по ножевому бою и фехтованию съезжаются участники со всей страны. Москвич Дмитрий Веригин выступает на этом турнире больше 10 лет. Говорит, что именно в «Сарове» соревноваться ему нравится больше всего. Здесь Дмитрий чувствует себя как дома. С рядом людей мы знакомы с 1996 года. Поездки сюда мне очень понравились, зарекомендовали просто. Замечательный тихий город, достопримечательности, радушная обстановка, хорошие встречи. Всем участникам турнира предстояло пройти два испытания – ножевой бой и фехтование исторической саблей. Чтобы обыграть соперника, спортсмену необходимо нанести серию результативных ударов либо в корпус, либо в голову. Каждый бой длится до пяти очков. Здесь у нас идут отборочные бои сначала. То есть участники разбиваются на пары, и дальше выходит один из участников. Ну и так доходит до финала, когда остается три человека, которые уже, наверное, будут биться между собой. Перед выходом на ринг каждому участнику организатор объясняет правила боя, выдают необходимое снаряжение и напоминает о технике безопасности. Несмотря на то, что турнир проходит в дружеской атмосфере, все спортсмены настроены только на победу. Противник все-таки он не какой-то конкретный человек. Все-таки противник, и лица не видно. И в принципе, сразу, ну, недолго помнишь про то, что он знакомый. По итогам турнира сильнейшим на живом бою стал Всеволод Елисеев в дуэльном фехтовании Василий Киселев. Победителей наградили дипломами и подарочными сертификатами. Маневры на автомобиле на размеченном участке максимально точно и за короткое время. На автодроме ДСАВ прошли традиционные соревнования среди школьников зимний слалом. За победу боролись команда учеников первого интерната и воспитников центра внешкольной работы. Как справиться с автомобилем в экстренных условиях, выясняла наша съемочная группа. Сосредоточенный взгляд и руки, крепко сжимающие руль автомобиля. Марат Мигунов занимается в автосекции центра внешкольной работы более пяти лет. Юноша считает, что на сложной трассе очень важно не только отлично знать теорию вождения, но и чувствовать машину и доверять ей. Машина – это живой организм, который чувствует, который тоже любит ласку, заботу, и который нужно уважать и беречь прежде всего. Рыхлый снег и лед под колесами делают управление автомобилем сложным, повышается риск заноса и опрокидывания. Но при умелом вождении любые экстремальные условия становятся поводом проявить все свои знания и умения. Марат не в первый раз участвует в автосоревнованиях. С его плечами награды за отличные выступления в личном и командном зачете. И он точно знает, как пройти трассу без штрафных секунд. Надо уметь управлять, надо ловить машину, надо знать, где нажать, где отпустить. И самое главное – это доверие к машине и чувствовать машину. Если ты с ней на волне, значит, все будет хорошо. Перед выходом на старт конкурсанты проверили теоретические знания правил дорожного движения. Участники на время отвечали на 10 вопросов. Каждый неправильный ответ прибавлял одну секунду к общему времени. Одна ошибка, да. Куда ты поехал, не туда. Всего в зимнем Слаломе приняли участие 13 юношей и девушек, которые разбились на команды. Две от первого интерната и две от центра внешкольной работы. Повышают мастерство свое, навыки вождения. В то время, когда после школы выйдут уже, они уже умеют ездить. И по снегу, и по льду. Опять же, все сказывается на безопасность нашего вождения. Перед основным заездом юные водители проехали два тренировочных круга, чтобы затем за максимально короткое время пройти дистанцию. Конусами на трассе обозначены фигуры. Змейка, тоннельные ворота, которые нужно быстро, но аккуратно объехать. За каждый сбитый элемент прибавляется три секунды к общему времени. Традиционные зимние соревнования помогают будущим водителям научиться безопасно управлять автомобилем. Чтобы научить детишек правильно ездить на автомобиле. Чувствовать машину, чувствовать, чтобы покрыть под колесами. Скорость, крутые повороты и снег из-под колес. Каждый из участников почувствовал себя профессиональным гонщиком и проявил отличное знание устройства автомобиля и умение дрифтовать на сложном покрытии. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok